Хаски за 35 тысяч рублей, а кита за 45 и мини-тойтерьер за аналогичную цену. Дорогие питомцы, в северодвинских квартирах уже не редкость. Цены на породистых друзей доходят до бесконечности. Даже несмотря на это, за щенками с родословной выстраиваются очереди. Есть питомцы, которые в городе только в одном экземпляре. Дорогих друзей увидела и наша съемочная группа. Эти малыши появились на свет несколько часов назад, плюс мама, еще две хаски в деревне, полугодовалый американский акита и мини-тойтерьер. Любовь к дорогим друзьям проснулась у Елены два года назад. Первую питомицу, сибирскую хаски, привезла из столицы. Эти собаки почти не лают и не способны напасть на человека. Животное очень свободолюбивое и не терпит одиночества. Как видите, у нас нет полов. В коридоре у нас тоже нет полов. То есть от скуки, когда я ухожу, например, оставляю их одних, то они могут съесть диван и все остальное. И вы мне все это прощаете? Я – да. Цена хаски колеблется от 25 тысяч рублей до бесконечности. Даже при этом на шестерых щенят претендует 20 покупателей. Взамен яркая внешность и добрый нрав. В поморье порода появилась недавно. Самому взрослому представителю всего три года. А этот американский акита и вовсе единственный в городе. Ему еще нет полгода, а весит он 35 килограммов. Вырастет в два раза больше. Щенок стоит от 45 тысяч рублей. Обниматься на лапках, она стесняется при других. Этот экземпляр из голубых персов похвастаться своей уникальностью уже не может. Мусе 16 лет. Однако в 90-е годы она стала одной из первых представительниц этой породы в городе. По тем деньгам не очень большая сумма была. С другой стороны, я была маленькая, мне сложно судить. Но купили, мы сделали в тот день две серьезные покупки. Это стиральная машина и муська. Машина давно сломалась, а муся, несмотря на почтенный возраст, до сих пор показывает крутой нрав. Она не ест при гостях, не берет пищу с пола, да и подойдет не каждому. И даже в таком элитном окружении хозяева вспоминают. Много лет назад свою любовь им дарили простые дворняги. Для меня тот пес, он был более преданный мне. Эти собаки, они не такие, они больше для себя живут, чем для хозяина. То есть даже вот мы идем гуляем, я гуляю с ней, я постоянно за ней смотрю. А когда идешь в дворняжке, гуляешь, она смотрит за тобой, где ты. Если за породистыми животными выстраиваются целые очереди, то здесь, на окраине города, в старой деревяшке, своих хозяев ждет больше сотни животных. И пусть большинство из них не могут похвастаться ни идеальной внешностью, ни своей родословной, зато в любви не откажут, ведь в их жизни ее было крайне мало.